привет друзья недавно рассказывала вам английских женщинах опять об английской жизни как они стирают белье я вам рассказала вы знаете в общем очень много вопросов по поводу того а вообще вот как они эти английские женщины они аккуратные неаккуратные и в общем то странное обстоятельство что они так редко стирают и не гладят белье и что у них масса свободного времени а вот расскажите к нам как англичанки проводят свое свободное время я сейчас вам конечно расскажу как проводят время свободное англичанки но прежде я хотела бы все-таки закончить тему с тем вот как раз какие хозяйки англические женщины и вообще как вот часто они убирают как они стирают по стирают белье моют посуду вот это все но тут конечно как я уже много раз тоже вам подчеркивала что трудно судить обо всех как бы стопроцентно что вот они такие они другие понимаете все разные но я все-таки говорю во первых о той категории людей которыми я общалась здесь и от от тех большинстве моих знакомых которые тоже имели какое-то свое представление и рассказывали об этом но главное конечно для меня это мой личный опыт мое личное впечатление как говорится что вижу то пою вот например могу вам рассказать как посуду моют англичанки и по-моему даже уже кто-то немножко это озвучил что они вы знаете моют посуду в тазике потому что для того чтобы помыть посуду надо же конечно разогреть включить колонку газовую включить бойлер чтобы вода была горячая если она у вас течет просто в раковину не пойми зачем получается большой расход они этого не любят то есть у них у всегда у всех есть кухонной раковине вот такой вот маленький тазик и в которой они наливают воды в которой они наливают много очень жидкости для посуды моющего средства и они вот в этой вот пенной воде опускают туда всю эту посуду которая у них есть обычно посуды не так и много потому что семьи небольшие они стирают посуду вот в этом густ густом пенищимся растворе и потом просто вот такой вот в этих пузыриках мыли всю посуду выставляют на сушку что якобы там все стечет и ничего страшного то есть они посуду не полоскают это меня в общем крайне удивило я сначала думала когда увидела как посуду мыл мой муж мы вот точно так же я подумала это в связи с тем что во первых он мужчина а во вторых что все таки уже человек в возрасте опять же ну мало ли там что бывает какие заморочки оказалось что вот они так когда мы приехали к его дочке у которой трое детей как вы знаете и муж то есть большая семья и вот они все что ее дети что она сама они мыли посуду точно таким же образом вот в тазике раз-раз-раз пошоркали и в пене всю поставили сушиться в сушилку это просто конечно катастрофа а как же спросите вы у них же у всех есть термоечная машина у них у всех конечно входит в комплект на кухне как же тогда с этим быть да действительно у них есть посудомоечная машина но точно так же они их включают только по праздникам когда эту машину полностью можно загрузить за 5 тарелок допустим они ее никогда не включат чтобы помыть вот и поэтому посудомоечная машина включается крайне редко в основном моют вот так вот в тазике когда я сюда приехала и увидела вот это вот мытье посуды в тазике и у меня такое сложилось впечатление что меня продвинутая европа отбросила лет на 30 на 40 назад вы знаете вот я помню у меня бабушка мыла тазики посуду потому что не было воды вот так вот мыли опять же скажу кто мне не верит пожалуйста welcome to england приезжайте в англию посмотрите все своими глазами и убедитесь в том что я говорю совершенно правильно правду дальше что касается уборки как англичанки убирают свой дом большой иногда бывает вот свою квартиру как они убирают ну естественно что у всех у них есть пылесосы если ковровое покрытие на полу то пылесосят и больше никаких проблем если линолеум на кухне то значит там какой-то шваброй они протирают это все или подметают да это конечно все у них существует все это есть но тут такая еще интересная история что они практически пыль не вытирают тоже по полугода а то и погоду они вытирают пыль с мебели и со всех предметов а если вспомнить то что они обожают всякие статуэточки всякие финки флюшечки на каминах знаете украшения всякие то получается что это все конечно пылится ну-ка но здесь пыли мало это тоже надо надо заметить отметить что пыли мало не так как у нас но все равно согласитесь что нужно пыль вытирать хотя бы раз в неделю я не знаю ой господи ну раз в две недели но не раз в полгода как они это делают вот кстати остановилась показываю вам вот эту красоту до чего мне нравится конечно эти орхидеи они как живые это искусственные орхидеи но они очень дорого стоят вот видите такая цена за вот этот кустик а этот еще по моему дороже этот сколько стоит большой а нет точно так же 15 очень красивый практически как натуральные красивые очень тоже их любят покупают много нравится англичанам но вернемся к нашим англичанам опять вот так друзья опять же говорю что здесь могут быть и точно так же чисто плотные очень люди может быть что так же как у нас убирают но я говорю о большинстве еще раз подчеркиваю кстати вот вспомнила что я когда приехала к мужу он же жил в бангало он жил там один уже довольно долго жена у него умерла и я когда увидела вот это жуткое запустение которое у него было это просто конечно был кошмар он единственное что делал это он вот пылесосил пылесосил ковровое покрытие и больше ничего когда я посмотрела что там просто знаете слой пыли лежит на всем я говорю как ну как же так сколько пыли это столько грязи он говорит ну да я вот такой дастимен дастимен то есть пыльный такой человек я такой дастимен он смеялся хотя мне вот было абсолютно не до смеха вы знаете я не привыкла к такой грязи когда я приехала уже там жить то я конечно начала сразу все убирать так вот я убирала наверное под от дотратила целый день полностью один день на одну комнату а вот его кухню я убирала друзья три дня драилом скаблила выскабливала всю эту грязь невозможную три дня у меня ушло на то чтобы как-то более-менее привести кухню в порядок а муж бегал вокруг и говорил мой как это как ты стараешься ой зачем ой как замечательно боже мы просто будем теперь жить в новом доме ой как хорошо замечательно я а я потом все это слушала-слушала и у него спрашиваю послушай а вот к тебе неужели не приезжали вот дочка у тебя есть неужели к тебе или внуки твои взрослые уже они к тебе ведь приезжали почему же тебя никто не убрал тут такое впечатление что наверное как ты сюда въехал пять лет назад так вот ничего и не убиралась он сказал да нет вот джудит она книг ко мне раз в год приезжала и когда приезжала то всегда старалась на кухне убрать я говорю но и чего она тут убирала покажи мне пожалуйста как она убирала то он мне достал вот такое вот средство антибактериальное и кстати открыл свой шкаф и там у него вот такой вот в этом в распылитель и таком пулевизаторе стояли вот эти акт антибактериальные средства там наверное их штук шесть было и он мне показал как у него убирала джудит то есть вот она вот эти вот антибактериальное средство ходила и распшикивала во все углы вот и все никакой тряпки никогда не применяла ничего не менее не мыла вас просто антибактериальным средством попрыскает вот такая вот уборка была у них кстати тоже довольно распространенное явление убирать вот так вот антибактериальными средствами в общем вот вот понимаете вы можете сделать сложить свое опять же впечатление какую-то понять немного что и как себя представляют английские женщины которые не заморачиваются домашней работой теперь вот у меня спрашивают а как же они тогда проводят свой досуг как если у них столько много свободного времени я попробую вам найти сейчас как они ходят гуляют сделаю вставочку если найду ходят гуляют собираются вот опять же вот эти вот вечеринки клубы обедать они ходят пабы они не готовят ну и тут понимаете ведь все же индивидуальная как как я могу вам сказать сразу обо всех чем они занимаются я просто хочу сказать что они очень очень скрупулезно относятся именно к своему личному свободному времени еще раз повторяю и никому не позволяют садиться себе на шею и заниматься домашней работой стиркой готовкой конечно молодые семьи у которых дети от этого все равно никуда не денешься но я таких с такими практически здесь англичанками незнакома поэтому тут я сразу могу сказать что я не знаю эту категорию английских женщин а вот говорю вам о тех от 50 старше женщин которые я знаю ну и потом понимаете вот так вот тоже спрашивать а чем занимается в свободное время английские женщины а чем занимается в свободное время русские женщины вот или украинские женщины расскажите мне кто-нибудь вот это возможно вот так вот сказать в двух словах рассказать по моему нет поэтому тоже зависимости от человека чем занимаются ездят путешествуют отдыхают ходят по клубам по пабам встречаются на вечеринках на барбекю загорают прогулки пешие некоторые занимаются велосипедами чем угодно вот так вот друзья